друзья подписчики всем огромный привет короче хочу прокатиться по делам сейчас вам расскажу и вот такую штуку я вам когда-то показывал да вот это покупка из доллар 3 за доллар то есть вот такие липучки вы их отрываете и она опять становится липкая короче вот это для сборки шерсти вот смотрите провел только один рукав и смотрите сколько уже волос она реально работает но то есть вообще вопросов нет очень хорошо чист я и чешусь не каждый раз но когда уже достигает видите зашерстление когда достигает максимального момента вот то есть когда уже просто шерсти абсолютно не мера нам да надо производить уже чистку под машину стыдно уже ходить весь короче волосатый и особенно внизу видите на ногах просто пипец все грамоток это все от кота есть еще другая чистилка тоже там здорово магазине продается она тоже хорошо работает покажу вам как вот короче взял две таких две таких домой и короче в машину ну и после того как вы вот это ей уже почистились да ну вот одной бумаги 1 вот этого слоя хватает чтобы почистить к один раз все потом вы уже не почистите она уже вот эти волосы налипли и плюс ну всякая там пыль такое она короче уже перестает быть липкой туда начнут по краям липкая видите осталось где они проводил ну реально я был весь шерстяной она все собирает хорошо работает но она заканчивается потом на дно выбрать короче чего я хотел записать каких-то он сосед видите это самое занимается подметанием что-то на дорожку подметает и все подметает не знаю чуть с ним первый раз вижу чем подметал за всю жизнь гости какие-то приедут короче чего он хотел рассказать в общем то ничего не хотел суббота сегодня 13 ноября я эти дни занимался в основном тем планом о котором я вам говорил уборкой трейлера и как бы секонд-хенд я кое-какие вещи отвез я вам показывал плюс кого какие я продавал вот у меня пару посылок там я часы продал еще куда а видеокарты если кто помнит старые компы которые я для ферм покупал лишние детали я который продать нельзя отвез секонд-хенд обратно а например видяйки можно и даже и старые хорошо продать и я ее только выставил на ибэй сразу купили о ну часы хорошо покупают что касается одежды ты какую-то пушную одежду дешевую вообще продать невозможно я только все контент можно сдать если одежда новой и хорошая то есть шанс его продать принципе можно где-то за процентов 50 от стоимости новой продать по максимуму ну к примеру языка это футболка стоит 20 долларов то за десятку я думаю и купят вот так но это займет какое-то время это же срочно ты не продаж поэтому смысла с такими дешевыми нет вообще заниматься их лучше или себе оставить или секонд-хенд отвезти а вот например дорогие вещи вот если кто помнит я вам показывал несколько футболок филсон я вам говорил что у меня была небольшая коллекция собирал так недолго но там было прилично там футболок 20 было 30 ну так вот я всю эту коллекцию продал как бы сразу просто по той цене что покупал там плюс минус 20 процентов как бы за моей труды что это надо все как бы этим заниматься такое то есть в особой прибыли нет ну вот вы твой нет убытка нужны те футболки все были новые я в них не ходил вот там несколько осталось буквально там пять штук это я оставил уже короче для себя вот остальные все продал вообще как бы не жалко ну филсон мне очень нравится как бы футболки класса и только выбирал но они в ком-то видео были а пока все конечно она что-то она называлась поиска филсон или чуть такой короче продал эти вот футболки ну вообще если так вот в общем сказать я вам скажу что сейчас такой вот этот онлайн рынок он так сильно развился особенно в связи с коронавирусом что те люди даже которые не знали там про фейсбук про крейглесс про и п и сейчас когда вот это и магазы были закрыты и все то люди многие пошли в онлайн все покупать то есть много как бы и тех кто давно с этим знакомым много как бы и новичков в этом деле поэтому покупателей полно и продать в принципе можно все шубу ну я имею ввиду хорошие вещи понятно не дерьмо ну там часы видеокарты одежду новую ну по крайней мере хороших брендов там вот эти филсон и всякие это все можно как бы продать но главное как сказать правильная цена то есть просто смотрите сколько там по рынку средняя цена примеру пускай эта футболка стоит 50 баксов магазине но все равно если они на ebay лежат знаете по двадцатке то у вас ее за 30 никто не купит тогда вам надо ставить 20 и просто долго ждать или надо ставить 15 и продавать как бы быстро потому что ну если будет правильная цена если это хороший товар который людям нужен его все равно купят если вы поставите дешевле того купят даже очень быстро но это то что я понял вот по опыту вот это сейчас потом ну то что касается моей ситуации было видео новости трейлера я не помню какая последняя там 4 5 но вы там видели что такое вообще завал завал был и ситуация очень сильно улучшилась то есть она еще далека от идеальной но уже завалов практически нету почему потому что я часть отверстики кантен час я продал часть я запаковал забрать там в каролину и часть я просто распределил так нормально в шкафы положил потому что это ж херня там валялась она же не из воздуха взялась это в основном все что я из шкафов подоставал то шкафы это много встроенные как бы то что мне я просто перебрал то что нужно положил обратно то что не нужно как бы ну определил там чё продачу отдать а ну вон сумка везу сейчас тоже это отдам ее в секонд-хенд хорошая сумка сам санит для цифровой техники с разделителями с с этим самым с мягкими подкладками ну то есть кону качество сам санит хорошая но дело в том что во первых я ее не покупал эта сумка осталась в наследство от каких-то предыдущих жильцов в трейлере то есть обычно в трейлере люди не парятся как домах там с вывозом своих вещей когда я например покупал это бабка вообще все там осталось только забрала там какую-то часть одежды наверно потому что там ее одежда была и посуда и блин все-все-все я это просто не разбирал так в паке кидал и отвозил просто в секонд-хенд и все туда сдавал на хрена мне бабки бабки вот эти всякие вещи и посуду все сдал как бы вот от нее практически уже вообще ничего не осталось потом такие штуки как ковры там занавески это все у меня блин хотел проскочить не понял что не успею шкафы занавесывать ковры занавески это я все соседям в трейлер парке раздал вот тоже там бабуля была одна она там постоянно торты приносила вот собственного испекания на их пекла и приносила там угощать меня часто вот я ей подарил много этих ковров занавесок ну и всякое остальное телеке магнитофон это все тоже просто отверстие канхен вот то есть вообще не разбирался что там к чему ну из того что от нее осталось от наверно только одна тумбочка и один стол и вот этот стол который у меня кухонный где я сейчас это тоже от нее но у нее было вообще пять столов тогда один короче у меня потом стал на улице он короче от воды рассохся его выбросил один вот этот он уже модернизированный я там кусок стола отпилил было видео восстановление там что-то старого стола я вам показывал как его там орбиталка обрабатывал потом покрывал маслом специальным вот то есть это стол у меня есть но он уже как бы восстановленный потом тумбочки было их вообще штуки три я стал только одну от остальных избавился и столов тоже было много ну короче стульев все уже шоу после нее были я уже все тоже избавился то есть от стулья который у меня это я уже сам покупал все причем у меня было больше многие уже обратно ну короче как бы вот такая ситуация что бабка то это жила там не одна до меня а там до этого жили какая-то семья японцев потом до этого там еще какие-то люди жили вот от всех этих людей чего-то оставалось то есть вот эта сумка я не думаю что этот бабки это скорее всего еще до нее кто-то ее оставил потому что там было много вещей вы те же инструменты в сараях это тоже не с нее все вот она говорила что это еще до нее жили потом все шоу в подвале было тоже было видео там чуть сокровища из подвала такое там давно давно когда этот трейлер купил там были утки для охоты ну вот эти вот манекены потом там были палатки потом там было еще что-то это тоже все нее когда она купила но там была и она это просто не трогала он там и валялась там там многие вещи на семидесятых восьмидесятых годов валялись то есть получается в трейлере вот разные люди сменяются от каждого что-то остается и в итоге там когда ты покупаешь уже после стольких хозяев тебе это все в наследство переходит и вот эта сумка пришла мне в наследство вот вместе с трейлером я ну тут все хорошо тут как бы вот и на молнии она открывается и здесь внутри есть карман и с боков есть боковые карманы и здесь ножки видите такие еще быть но не протиралась и вот здесь карман на защелках и тут молния ну короче сумка класс если раньше носил мне фотоаппарат когда ходила ну фотографии делать я вам говорил раньше постоянно занимался фотографированием то есть винтажными объективами своими ну очень много фоток они у меня выложены вконтакте но не все конечно ну то ну там много фото год который я делал здесь с этими разными объективами и потом когда я уже но времени мест не стала хватать на фотографию я как бы сейчас пока это дело прекратил но она у меня все лежит новая готова как бы опять к действию единственное что сумка у меня уже другая если кто-то смотрел тоже видео давно я уже когда как бы там заработал такое то есть это бесплатная была я купил сумку именно которая не нравилась она называется тулия ну конкретную модель не помню есть видео по нему что найти посмотреть вот тули мне очень нравится она как бы очень идеальная такая сумка но она просто чуть другой формы это такая больше как какой-то как ну типа ну более сумочная формула той она больше как более плоская и более как бы такая квадратная а это именно как сумка с ручкой а так как бы ее больше ну как и на поясе там не полно поясе как ну через плечо носить как чтоб она висела вот удобно короче у меня то сумкой поэтому это мне было не нужно но когда я вот это стал ну начал покупать оружие когда муж грин карту дали мне на стрельбу надо было его в чем-то носить как бы в рюкзаке неудобно потому что ты идешь она там железная тяжелая тебя по спине бьют поэтому я как бы пистолет патроны вот это все носил в этой сумке очень удобно под оружие вот он скажу сто процентов то есть реально удобно куда вы реально по размеру в лазе два пистолета там есть такая прокладка поролоновая ее можно проложить между ними чтоб они друг друга как бы не били не царапали ну короче под оружие очень удобно в карманы можно положить там сменная дула можно положить эту девайс для зарядки патроны можно положить ну то есть вот все что касается пистолетов туда спокойно вмещалась дарма и тишь обозрению обоймы магазины вот это все тоже помещается в карманы там передние боковые короче класс но смысл том что потом у меня как бы оружие стало больше и я купил большой оружейную сумку я не обозревал но кто видео по стрельбе смотрел она там была и я сейчас ношу все в одной сумке и ружья и пистолеты и патроны и обоймы то есть в одну просто неудобно с двумя сумками и поэтому сейчас она не используется фотоаппарата я нашу в другое оружие как бы другой она просто валяется не сумка хорошая не продавать ее не буду до кому-то бесплатно подарить тоже как бы кому я не знаю поэтому я ее просто одни существо контента 5 пожертвования вот и потом поеду на почту отправлю эту посылки надо на две почты ехать потому что сейчас все это там работает как она называется типа искусственного интеллекта такого уже нету знаете что там цена такая такая каждый день цены меняются на эти посылки вот примеру если у них там по логистике сейчас большая загрузка они цены начинают поднимать если у них меньше повышать и ты когда покупаешь ты смотришь сразу список этих на сегодняшний день сервисов например юпи с там 10 баксов юспе с 8 баксов фидекс 7 и дэкс дешевле всего купил доллар сэкономил короче такое поэтому я как бы на одну почту пойду потом на другую но иногда я все на одной покупатель там как бы экономия небольшая и удобнее ехать в одно место если много посылок вот ну и по итогу что я вам хочу сказать как самое главное что друзья вот в любом деле главное им заняться потому что вот так же как мне говорили с этими там ну с очисткой трейлеры со всеми этими вещами что все херня там они будут валяться потом ты их выкинешь и главное как беда она изначально когда ты смотришь это со стороны кажется все безнадежно но когда ты начинаешь этим заниматься конечно да ты тратишь время это понятно но у тебя уже выхода нету и просто когда уже прогресс пошел ты понимаешь что это не так безнадежно пожалуйста я он немного времени тратил там час-два в день все равно как бы на улице дождь холод и заниматься нечего ну будешь ты на компе играть или там какие-то вещи ими займешься там организации и постепенно вот я вам говорю три коробки отвез секонд-хенд несколько посылок отправил людям кто их купил и это все как бы кажется мелочь мелочь но если вы это все как в одну кучу соберете все это уже кажется это достаточно приличное количество то есть если просто сразу заниматься не думая там знаете о том что это безнадежно что это слишком много работы что это там овчинка выделки не стоит понятное дело какую-то херню там дешевую типа там этих всяких сумок или там какой-то ну то что я вам показывал там какие-то дисководы ну да там были еще какие-то платы tv-тюмер там было такое понятно это все можно продать но я не буду продавать или тюмер там за 10 долларов париться с ним я его отвезу лучше обратно например бедяйка но на 25 баксов это уже куда не шло это уже можно как бы продать то есть какой-то для себя лимит определите там все что дешевле 10 баксов это я не продаю все что дороже там 25 это продают то что между там от 10 до 25 надо как бы думать примеру если вещи там как бы одинаковые по смыслу их можно как бы компоновать какими-то кучами продавать например там набор для фотографии ты туда сложил там штатив там какую-то фото вспышку там еще что-то добавил ну то есть назвал это все фотографическое оборудование на крейгли закинул и написал продаю все вместе там за 100 баксов знаете типа оптом чтобы за каждую эту дешевую вещь не ездить кто-то посмотрит ну тут вещей типа на 200 баксов а продают его за сотку возьми я вам говорю это реально я так продавал короче то есть дешевые меньше можно скомпоновать и продавать одним лотом на крейлист на ebay там очень большая конкуренция и там это фото дерьмо никому не надо и пересылка дорогая вот а например на крейлисе как раз людям надо часто сам искал что-то по фототехнике мне не хотелось заказывать откуда-то я хотел купить прямо здесь там сегодня еще бы без налогов вот крейлист идеальная вежда таких больших лоток и и и все что как бы не входит ни туда ни туда остается уже надо не жалеть а просто короче как бы все консант отвозить потому что на самом деле он говорил это тоже как бы вам с этого выгода никакой нет ну в общем как бы в экологию вы вносите большой как бы вклад потому что понятно прошу мусорку выкинуть ну зачем это засорять это самая экология если человек даже за доллар эту сумку купит он и может еще 10 лет будет пользоваться потому что с ней все в порядке я и сколько лет пользовался и очень доволен вот почему ее собственно и сохранил все молнии работают все пряжки работают все она чистая ну там стиралку кинул раз прокрутил и вообще новая сумка будет а так человек пойдет в магазин новую покупать за 50 баксов еще раз про спасирует эту китайскую всю химическую промышленность которая так весь мир своим дешевым говном засорила вот плюс потратит много денег а так он доллар всего потратит а там даже ручка с натуральной кожи вот и каждая эта маленькая вещь в сумме дает очень большой этот самый а что смотреть со стороны магазина как бы а это без прогноз профит называется организация то есть благотворительно они берут вещи бесплатно них продают но они не получают никакую прибыль они с этих денег только платят зарплату а все остальные деньги перечисляются благотворительный фонд который занимается людьми которым ну проблемы с социализацией в обществе по разным причинам в основном у них там всякие психические болезни что они там боятся знаете других людей не могут общаться и они таких людей обучают в специальных школах они находят работу они их устраивают в эти же свои магазины то есть это как бы тоже очень великое дело на самом деле и кажется это какая-то мелочь ну там грязная сумка а в итоге вот это мелочь грязная сумка она становится как бы крупицей вот в таком гигантском деле понимаете как помощь вообще несчастным людям вот я не знаю у нас там этим в россии в украине кто-то занимается или нет вот ну здесь это очень как бы вот это вот развита и многие люди они приносят вот эти реально дорогие вещи и жертвуют конечно я знаю что там если ты привозишь много на грузовике это можешь пойти там сзади это все сдать тебе дают как бы чек на списание налогов но я вам скажу я то это вижу своими глазами я вижу что большинство людей они никакие эти чеки не берет они просто эти вещи привозят тут оставляют и все им пофер они знают что они идут на доброе дело плюс те вещи которые здесь не покупаются они все отправляются в благотворительное пожертвование в бедные страны в африку там не знаю на филиппины там в азию куда-то ну бедные бедные страны где у людей даже еды нету откуда у них одежда а здесь им блин хорошая американская одежда там он не знаю что он айлендов конечно я не видел там ни разу но в там полно ливайсов там полно adidas of рыбиков nike of там этого херни полой никто и вообще не покупает вам показывал и филсон и норсфейсы которые 5 долларов стоит никто не берет вот а в африке люди просто они счастливы потому что у них там такая куртка 100 баксов стоит они там доллар в день зарабатывать понимаете что это дело нельзя все переводить в деньги здесь надо как бы думать глобальнее об экологии о других людях о помощи вот об этом все для меня это сумка не что она может понимаете вот этим своим вещью когда этих много сумок и других вещей они как бы делают огромный вклад вот и плюс вы показываете пример другим людям они видят что приличный человек тоже приносит вещи они думают а почему чем мы хуже мы не приносим все постепенно начинают и как бы приносить в общем ладно друзья не буду вас грузить небольшой субодний влог для вас ставьте лайки подписывайтесь и да благоволит к вам господь пока пока обязательно пишите каменты за ну вот уже на деле записывать не буду раньше тут музыка вот которую он показывал в прошлом видео вот эти девятишки вот вы дисковод это да все что я приносил нэк он был на видео пожалуйста то есть это не по 3 доллара продаются то есть уже все и все мои товары в продаже ну я еще планшетку приносил еще что-то но не буду все искать не думаю она тоже все уже тут выставлено или может купили уже я Продолжение следует...